Нижнекамская прокуратура Нижнекамске откроется приют для бездомных и нуждающихся людей Нижнекамец прикоснулся к облакам Эльбруса Интервью Айдара Манеева с верхней точки Европы Намаз в Дубовом лесу В лагере Заря продолжается мусульманская смена Об этом и не только прямо сейчас Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров Здравствуйте До работы с минимальной скоростью, а то и пешком Приходилось добираться с сотрудниками нефтехимических производств Виной всему пробка, которая образовалась на Соболиковской дороге Шестикилометровый затор образовался в час пик Что привело к такой ситуации И как попробовать избежать нервотрепки в дальнейшем В сюжете далее Газ и через пару метров тормоз Пробка начинается еще в городе Впереди Соболиковская дорога И она тоже стоит Ну я уже без 15, здесь 7 здесь была Закрыто было уже все Здесь уже везде автобусы Эти такие неудобства вообще Для работников химии это час пик Многие должны были уже пройти проходную А все еще ждут свой автобус на остановке А вы ждете вахту или как? Вахту ждем Ее пока нету? Ну да Вы не опаздываете на воду, как все? Ну опаздываю, есть такое, конечно В социальных сетях писали, что ехать в переполненных автобусах С такой скоростью невозможно Поэтому многие просто шли пешком Пробка начинается С Вахитовского кольца Неуважение вообще к гражданам Неудобства от затора испытывали и те, кто ехал из Нижнекамска в соседние города Мне червы не надо Там пробка, естественно Я частную машину жду Затор на дороге образовался из-за ремонтных работ Сторону, которая ведет из города на промзону Закрыли для подготовки к укладке асфальта Автомобили съезжали на параллельную дорогу Там было организовано реверсивное движение Но поток был такой, что трасса просто встала Поэтому решено, что завтра в часы пик Соболиковская дорога будет работать только в одну сторону Из города на промзону Обратно через БСИ либо по южной трассе Даже при этом заторов будет не избежать Понимая это, руководство Нефтехима не будет вводить никаких штрафных санкций В отношении сотрудников, опоздавших на работу из-за пробки Знания за деньги не купишь, а вот диплом можно Было Прокуратура Нижнекамска требует блокировки сайта Который выставил на продажу дипломы и аттестаты местных вузов, СУЗов и школ Документы об окончании учебных заведений свободно, но незаконно продавались в интернете Подробности в следующем сюжете На этом сайте можно купить диплом любого Нижнекамского учебного заведения Всего за 14 тысяч рублей обещают предоставить настоящие бланки с госзнаками Звоним, заказываем, уточняем сроки доставки Алло Алло, здравствуйте Здравствуйте Я бы хотела заказать диплом Представляем на сайте, что я поставлю А в Нижнекамске можно заказать, город Нижнекамск? Так, любой Скажите, пожалуйста, а вот я, насколько он будет качественным Или узнает ли работодатель о том, что он ненастоящий? Нет, он знает, оригинальные бланки используются Вот так всего за несколько минут я получила желаемую профессию Через две недели мне обещали прислать диплом об окончании учебного заведения Вот только сослужит ли он добрую службу? Вряд ли Специалисты без проблем отличат фальшивку от настоящего документа Отличить настоящий диплом от ненастоящего довольно легко Поскольку настоящий диплом – это документ строгоотчетности Это бланки с водяными знаками Это дипломы, которые строго пронумерованы Каждый диплом Нижнекамского нефтехимического института имеет индивидуальный номер А данные о выпускнике вносят в архив и хранят 75 лет Если возникает необходимость, то подтверждают его подлинность работодателю Проблема есть, поскольку действительно вот этих запросов от работодателей С каждым годом все увеличивается И в общем-то я надеюсь на то, что в конечном итоге все поймут Что раз работодатель спрашивает, раз он хочет узнать у вуза действительно это его диплом или нет То эта практика в конечном итоге закончится Борьбу с сайтом, торгующим дипломами и аттестатами ведет Нижнекамская городская прокуратура Иск о его блокировке и признании указанной информацией незаконной направлен в городской суд В ходе мониторинга средств массовой информации, в том числе с интернетом Была выявлена страница, на которой смещалась информация о продаже дипломов и аттестатов В результате прокурорской проверки в Нижнекамский городской суд Было предъявлено административное исковое заявление О признании информации, размещенной на указанном сайте Запрещенной к распространению на территории Российской Федерации В настоящее время административное исковое заявление находится на стадии рассмотрения На просторах интернета остаются еще десятки сайтов, на которых можно заказать любой диплом. Но прежде чем его купить, специалисты просят хорошо подумать. Ведь можно лишиться не только хорошей работы, доброй репутации, но и оказаться фигурантом уголовного дела. Нижнекамским бездомным кошкам и собакам создадут аккаунты в интернете. Волонтеры планируют создать общий сайт бездомных животных. База данных будет открыта. В ней разместят истории каждого хвостатого. Любой желающий сможет выбрать кошечку или собаку по душе. Идею обсудили на встрече властей с волонтерами. Мила и Шипун. Малышам чуть больше месяца. Их нашли возле шинного завода. Их маму придавила поддоном. Волонтеры взяли котят на передержку, выходили, подарили новую жизнь. А это Фурия. Игривая, ласковая, шустрая девочка. Такой она была не всегда. Улица бездомных животных превращает в диких зверей. Снова приручить можно только вложив большую любовь. Двухлетняя Фаина тому доказательство. Ну, вылавливали, конечно, ее долго люди. Кто принес, вылавливали долго. Была дикая, шипела, кидалась. Сейчас более-менее спокойная, отличная мышеловка. Животные снова готовы довериться людям, дарить им свою ласку. Они хотят обрести настоящих хозяев. В Нижнекамске на передержке сотни брошенных кошек и собак. Им нужен дом. И пока нет приюта, появилась идея создать единый сайт. Это обсудили на встрече администрации города с волонтерами. И характер расскажут. И там, какие у него привычки. То есть, вплоть до болезни, да. Расскажут о судьбе каждого хвостатого. Любой желающий сможет выбрать кошку или собаку по душе. Сайт сейчас будут разрабатывать. Еще один важный вопрос, который обсудили на встрече – откуда появляются бездомыши. Встать женщина на поводочке. Гуляла с собачкой. Соседка встретилась. Поворачивается, а ее собачку уже покрыли. Ненужных щенят безжалостно выкидывают на улицу. Также и с котятами. Отстрел теперь запрещен. Приюта нет. Как быть? Только пропаганда стерилизации сможет уменьшить количество брошенных животных. В этой большой работе предстоит объединиться и волонтерам, и властям. Алсу Арсланова, Фахри Исламов. Новости НТР. Нижнекамец 8 лет. Живет в своей старой Волге, которая припаркована на улице Бызова. Ильгизар зовет себя одиноким волком и ничего в своей жизни менять не хочет. Да и организации, которая бы активно помогала бездомным людям, пока нет. Но скоро появится. Благотворительный фонд «Теплые руки» разработал проект и выиграл грант в 500 тысяч рублей на эти цели. Всем нуждающимся будут устанавливать документы и давать временное пристанище. Подробнее в материале Лилии Егоровой. Мужчина, скажите, пожалуйста, это вас выгнали из дома? Нет. А как вас зовут? Ильгизар. Ильгизар, он же хозяин старой Волги, прерывать свой сон ради общения с нами не стал, а закрылся внутри автомобиля. 8 лет мужчина живет на улице. Председатель СТОС 20-го микрорайона неоднократно обращалась в различные службы с просьбой убрать автохлам со двора, а ее владельца поселить в социальный приют. Гаином говорит, что вот даже написали, что вот есть хозяин такой, выходите через хозяина, чтобы убрать. Ну вот это как стоит, так и стоит. Мы еще раз попытались достучаться до хозяина Волги и спросить, какая помощь ему нужна. Ильгизар согласился поговорить с нами, но не на камеру. Мужчина рассказал, что когда-то работал на химии, подрабатывал в такси, но не смог пережить измену жены и ушел из дома. С тех пор зовет себя одиноким волком. В общем, вы ничего не хотите менять? Нет. Я живу нормально. Я питаюсь нормально. Я пью. Я, кажется, пьяный. Все нормально. Я вот сейчас тоже пьяный. У меня еще будет пить. Могу вам просаживать. Покидать свой дом на колесах мужчина не собирается. Раз в три дня он приходит к бывшей жене помыться, постирать вещи. Деньги и продукты Ильгизару приносят добрые люди. Зимой в машине согревается при помощи канистр. По две канистры. Туда набирают горячей воды. Мужчин камеры набирают. И в салон. А дьявол укрывают. Есть плюшка. Но не всех бездомных в Нижнекамске устраивает жизнь на улице. Есть и те, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону. Возможно, скоро в нашем городе откроется центр помощи бездомным и тяжело больным людям. Благотворительный фонд «Теплые руки» разработал проект и выиграл грант в 500 тысяч рублей. Всем нуждающимся будут восстанавливать документы и давать временное пристанище. Лилия Горова, Фахри Исламов, Новости НТР. Нижнекамские полицейские ищут похитителя продуктов. Кража произошла в «Пятерочке» на Кайманово-9. Мужчина, которого вы видите на экране, зашел в магазин, взял корзину, наполнил ее продуктами и направился к выходу. То, что преступник был не один, говорит вот этот момент. Второй мужчина подходит к автоматической двери со стороны входа, тем самым открыв ее. Но человек, скрывающий свое лицо от камер, в торговый зал не заходит, а наоборот, вместе с похитителем, ускоренным шагом уходит из магазина. Всех, кто располагает хоть какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8-917-874-77-79 или 02. С мобильных телефонов позвонить в полицию можно, набрав номер 102. Конфиденциальность гарантирует. Любовь к футболу заставляет детей рисковать жизнью. Игровое поле просто в ужасном состоянии. Ворота без сетки, забора нет, а рядом дорога. Мяч постоянно улетает туда. Мальчишки в азарте забывают про правила дорожного движения. Алсу Арсланова разбиралась в проблеме. Только охранники, там дорога! Мяч вылетает за территорию поля, летит на дорогу. Игра приобретает опасный поворот. Арслан успевает, перехватывает возле бордюра. Любовь к футболу заставляет ребят рисковать жизнью. Поле возле дома Сюмбике-75 в плачевном состоянии. Мама говорит, что здесь опасно играть, но приходится аккуратно играть. Потому что негде больше. Приходится довольствоваться, чем есть. А это только железные ворота. Ни натянуты сетки, ни нормального забора. Про покрытие поля вообще лучше промолчать. Мяч летит по всем сторонам. То в окно, то в саженцы, то в припаркованные машины. Жильцы дома содрогаются при звуке торможения авто. Самое страшное, что дети, у них мяч туда уходит. Они ведь не смотрят. Едет машина? Не едет. Он же все время машина туда-сюда. А у меня кухня выходит. Машина как затормозит. Я думаю, ой, господи, не задавили ли там ребенка-то. Год назад мы уже поднимали вопрос по поводу этого футбольного поля. Тогда в управляющей компании нам сказали, что приведут его в порядок. По словам соседей, на следующий день после выхода материала рабочие действительно сюда пришли, подняли вот эту рваную старую сетку, повесили на крючки и на этом все. Надолго такого забора не хватило. Буквально через день сетка снова упала. И больше до этого никому нет дела. Мы позвонили в управляющую компанию. Ответ нас потряс. Территория, оказывается, к ним уже не относится. Отправили в департамент по благоустройству. Там тоже от футбольного поля отреклись. Найти хозяина так и не получилось. Тем временем безалаберность взрослых может привести к трагедии. Алсуар Сланова, Фахри Исламов, Новости НТР. Вот об этой теме нам сообщили наши телезрители. Если у вас тоже есть интересная тема или предложение, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством сайта его адрес ntr.defiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 93 73 077. Горная болезнь, кислородная недостаточность, головные боли. А все для того, чтобы увидеть, как закат вползает на скаты, а к облакам можно было прикоснуться рукой. Нижнекаменец в данный момент покоряет Эльбрус. Анастасия Шакирова связалась с туристом Айдаром Манеевым и узнала, какое чувство испытывает альпинист. Здравствуйте, меня зовут Айдар. Мы находимся на высоте 3800 метров в базовом лагере Национальный парк. Нижнекаменец Айдар Манеев фиксирует каждый свой шаг. Еще бы, мужчина покоряет Эльбрус. Эльбрус. Вчера мы поднимались до скал Пастухова. Вон те камни. В экспедицию Айдар отправился 28 июня в составе международной группы. Пошел за яркими эмоциями. Знал, что будет тяжело, но не настолько. Изначально их было 9 человек. Сейчас путь продолжают лишь шестеро. Когда я собирался сюда, я не представлял, с какими трудностями мне тут придется столкнуться. Это и низкое давление, головные боли, дикие ветра, мышечная усталость, акклиматизация. Многие сталкиваются с таким понятием, как горные болезни. Я вынуждена спуститься вниз. Айдар не сдается. Намерен дойти до конца. Пройден уже не один десяток километров. Цель рядом. Самая высокая горная вершина Европы. Эльбрус. На высоте 5 642 метра он намерен записать новое видеообращение. Эти кадры станут самыми ценными в его путешествии. Восхождение на вершину у нас начнется 3 июля. Подъем займет порядка 10 часов. Восхождение у альпинистов принято посвящать чему-либо. Айдар не исключение. И находясь здесь, я хотел бы передать огромный привет своей семье, республике и своему родному городу Нижнекамску. Анастасия Шакирова, Новости НТР. Самая лучшая оценка работы – это благодарность людей. Жители-строители 50 и 54 и все посетители реабилитационного центра «Надежда» настолько рады новой отремонтированной дороги, что лично хотели отблагодарить дорожников. И пригласили их на пироги. На чаепитие позвали и Наталью Лушникову. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Хитами из 70-х, пирогами и чаем из самовара угощают жители двора, рабочих, которые всего за месяц привели в порядок и расширили дороги, восстановили пандусы, бордюры. Событие для жителей более чем долгожданное, ведь капитального ремонта здесь не было с начала 90-х, когда, собственно, и были построены эти многоэтажки. Оттого и помогали дорожникам всем, чем могли. Спасибо, что машину вовремя убирали. Вот главное вот это. Спасибо вам. Ну и тут жители тоже классные, хорошие. А помогали как-то? Да, помогали. Вот что заметил, вот то, что мы работаем, и все равно же там пыль летит, все летит. С тротуаров сразу, сразу все это подметают, все убирают. Спасибо вам. Капитальный ремонт дворов в Нижникамске в последнее время не такая уж и редкость. Но этот двор особенный, ведь по соседству с ним располагается реабилитационный центр «Надежда». А это значит, строителям пришлось учитывать все его пожелания. Загородить тротуар, который автолюбители превратили в сквозной проезд, создать систему отвода талых и дождевых вод и многое другое, необходимое детям в инвалидных колясках. Вот этой пешеходной дороги, ее в принципе не было, она сделана сейчас во время ремонта. Здесь сделана изолированная стоянка, специально организованная, настоящая стоянка. Поток воды там будет преуменьшен. Хорошо отремонтировали здесь все тротуары. И теперь и с этой стороны вход, и с этой стороны вход на колясках, и проезд детям инвалидным обеспечен. Отремонтированные дороги – не последнее обновление двора. Здесь уже устанавливают новые скамейки. А вскоре возьмутся и за детскую площадку. Мы выиграли Стос и Грант. Вот я первое место тоже получила. Если приобретут самый хороший комплекс, детский комплекс, я подарю жителям наших дворов. За три минувших года в Нижнекамске капитально отремонтировано 219 дворов. В планы этого года вошли еще 36. 11 из них на сегодняшний день полностью готовы. Наталья Лошникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. На выборы в госсовет от Нижнекамского района по Ахтубинскому избирательному округу документы подали три кандидата. Это представитель партии ЛДПР, самовыдвиженец и Руслан Гизатуллин от партии «Единая Россия». Напомним, что выборы в госсовет республики пройдут 8 сентября. Сейчас идет процесс регистрации кандидатов, которые готовят свои предвыборные кампании. Основная задача, которую я вижу как депутат, это, наверное, как все депутаты, которые разбираются в Государственный совет, это формирование законодательства, законодательных актов, которые должны обеспечить дальнейшее развитие, успешное развитие нашей республики. В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит работу по проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных для выдвижения на выборах. Отдых в Дубовом лесу на чистом воздухе. Сейчас в лагере «Заря» отдыхает больше 200 детей. Это мусульманская смена. Дети не только получают духовное образование, но и оздоравливаются, занимаются спортом. Также здесь проводит время детская баскетбольная команда из Батыра. Самые интересные моменты отдыха детей в сюжете далее. Мелкий дождь – спорту не помеха. Тренировки юных волейболистов из спортивного комплекса «Батыр» проходят любую погоду. В зале как бы душно, вата, мало свежего воздуха. Конечно, окно открываем, но все равно не так, как на природе. Все время мы стоим в 8 часов утра и бежим на пробежку до родника. Потом мы залазим в гору. Ну, кто сможет. Юные мусульманки тоже хотели поиграть на свежем воздухе. Но дождь внес коррективы в их планы. И вместо этого они устроили мастер-класс по завязыванию платка. Девочки постарше показали своим младшим сестрам, как может преобразить этот головной убор. С первых же дней мы очень сдружились. Девочки между собой играют дружно, весело. Домой никто не просится. Проводим мастер-классы, викторины, квесты. Подружки хорошие нашла себе. Здесь хорошо кормят. Играем, отдыхаем. После активных игр и занятий на свежем воздухе, обед кажется особенно вкусным. Сегодня в меню лагеря борщ и макароны с котлетами. Так как смена мусульманская, еда у детей исключительно халяль. Здесь очень вкусно готовят. Всегда, когда приходишь в свою комнату, палату, всегда сыты. Всегда сыты. Готовят прям как дома, как мама. Здесь у нас уникальное место, где отличная природа, воздух чистейший, вода. Дети забывают о планшетах своих, о компьютерах. То есть полностью воссоединяются с природой. Мы очень ждем каждую смену. Сейчас в лагере отдыхает более 200 детей. Впереди еще две смены. Все дети живут в деревянных домиках. В лагере есть футбольная и баскетбольная площадка. Скоро ребята из мусульманской смены планируют организовать сабантуй. Рушне Сибатова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Ну и на этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 по средствам сайта его адрес ntrdefiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 93 73 077. До встречи. Спонсор выпуска – компания «Память». Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом – низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. 3 июля в Нижнекамске облачная температура воздуха плюс 23 градуса. Ветер западный 7 метров в секунду. Во второй половине недели столбик термометра будет держаться на отметке в 20 градусов тепла. Спонсор выпуска – компания «Память». Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом – низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. Компания «Память».